В Одесской мэрии произошли кадровые перестановки. У Геннадия Труханова новые заместители. Исполнять обязанности первого заместителя Одесского городского головы будет назначенный в феврале заместителем Сергей Подгайный. А исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Дмитрий Жемен будет исполнять обязанности заместителя городского головы. Приставка ИО исчезнет после того, как за назначение проголосует городской совет. Соответствующее распоряжение Одесского городского головы Одесса опубликовала пресс-служба муниципалитета. Стоит отметить, что эти два важнейших кадровых назначения завершают первый этап кадровой революции, который инициировал мэр Труханов. Напомним, что каждый вице-мэр курирует некие департаменты управления, службы и коммунальные предприятия Одесского горсовета. Смена вице-мэра, как правило, означает и дальнейшие кадровые перестановки. Семнадцатого апреля досудебное расследование по новым фигурантам в резонансном деле Одесского краяна закончили. Кроме мэра Геннадия Труханова, его соратников и депутатов в деле краяна добавились четверо новых подозреваемых. Их подозревают в причатности в коррупционной афере по завладению 92 миллионами гривен из бюджета Одессы путем покупки завода банкрота краян, по заведомо вдвое завышенной цене. В НАБУ уверены, что эти люди – инициатор, организатор, координатор и пособник коррупционной схемы. Экснардеп Александр Дубовой по версии следствия является главным инициатором и организатором миллионной коррупционной аферы Труханова. По зарегистрированному адресу столичного офиса Дубового детективы НАБУ во время обыска нашли более 250 документов, касающихся хозяйственной деятельности краяна. Они доказывают, что подозреваемый экснардеп руководил и искусственным банкротством короностроительного предприятия, и перепродажей его активов, в том числе админздания. 24 апреля Высший антикоррупционный суд продлил домашний арест до 19 июня второму подозреваемому по делу краяна. Депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко. Однако сменил круглосуточный на ночной. Также решение суда он вынужден не отлучаться без разрешения прокурора или детектива с места жительства, прибывать по первому требованию в НАБУ и САБ, удерживаться от общения с фигурантами и свидетелями, а также сдать паспорта для выезда за границу. Экс-депутат Калийского райсовета Анатолий Коломийц, третий подозреваемый по делу краяна, является, вероятно, организатором и координатором аферы. Адвокат подозреваемого хотел отменить залог в полмиллиона гривен, однако суд ему отказал. Последним новым подозреваемым в деле стала экс-помощница Труханова Алена Попова, которая, вероятно, является пособником коррупционной схемы. Старым фигурантам дела краяна во главе с Трухановым могут отменить оправдательный приговор. Эти два дела по краяну по поводу старых и новых фигурантов могут объединить в одно дело и вместе заслушивать в антикоррупционном суде. В деле по новым фигурантам 120 томов доказательств. По словам прокурора, подозреваемые и адвокаты ознакомливаются с материалами дела должным образом. Но если будет затягивать время, прокуратура обратится в суд с ходатайством об ограничении. Общественная организация «Спильном этапа» подала в суд на застройщиков трех новых высоток на склонах 13-й станции Большого фонтана. По данным общественников, застройщик готовится нарушить условия строительства, которые указаны в документах. Речь идет о плавающем требовании Департамента архитектуры и градостроения Одесского горсовета. Высотные отметки запроектированных объектов не должны перекрывать панорамный обзор на акваторию Черного моря. Сфер неоплата береговых склонов, говорится в документе. По мнению общественников, именно это нечеткое требование к высотности здания позволило застройщикам пройти государственную экспертизу и получить разрешение на строительство. Застройщик в документах указывает строительство девятиэтажного здания. Однако рядом уже стоит одно достроенное здание такой же этажности. И при этом оно явно загораживает вид на море. В связи с этим общественники подали иск в Одесский окружной административный суд, чтобы остановить строительные работы. Массовое уничтожение лесов идет в Одесской области на территории Фрунзовского лесничества, Великомихайловского лесного хозяйства. Жители обвиняются в незаконной вырубке сотрудников лесничества. Все видно? Ну я думаю, ну что? Что я скажу, как я подаду? Что ты пиляешь еще? Он лесник? Ну да. Ну все, это же ответственное лицо? Ну да, да. Все, если он там, значит он... Так и надо? Так и надо, все, значит там какой-то план есть или что там. А машины сколько грузили? Они взяли прямо, взяли, заготавливали там в лесе, такие кучи. Приезжают, взяли, загрузили, поехали. Два-три дня тут пиляют, потом переедут туда. Вот Миша знает, тоже знает. Там пиляют два-три дня. Потом там пиляют, потом там пиляют. Короче, везде. Если верить жителям, их обманным путем привлекали для участия в краже государственного леса. Пробил на Куртияна Олександра Викторовича. Они тут проводили РУП. После того, как вы написали заявление, были ли какие-то угрозы на вас, как-то давили? Да, пару дней назад, когда они узнали, что действительно пришло это заявление, они приезжали до жены и обещали дверь исполити и угрожали. Угрожали. А кто сам угрожал? Он приезжал, начал угрожать, женщина вклакала. Могу я что-то слушать из-за этого. Она не знала, что я написал на них заявление. Проверку жалобы провели представители Великой Михайловского лесного хозяйства и председатель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Болинский. Сам факт незаконной массовой вырубки подтвердился. Вот мы видим с вами дубы 25-30 сантиметров диаметром. Полностью, видите, сплошняком спилены. Причем никаких отметок порубочных, ничего мы не видим. То есть, очевидно, что это незаконная рубка. Ущерб достаточный для открытия уголовного дела. Я вижу по состоянию дубов, что это вполне здоровые, нормальные деревья. Лестящий не только отрицает свою вину, но и указывает на неудовлетворительное финансирование службы, что создает условия для незаконной вырубки. Я этого не делал, это однозначно. И у нас, вы сами знаете, какая у нас обстановка. Я не могу объехать, не в силах, обкататься все. Вы понимаете, великий обход. И дают элементарно, мне надо 200 гривен каждый день на бензин, чтобы поехать и его объехать. У меня нет таких денег. Мы обращались по телефону, есть замначальника милиции, есть главный розыск, до которых обращались неоднократно. Хлопцы, поможи. Самовольная рубка на лицо. Что вы говорите? Кто ее рубил, будем выяснять. Ну, лесник это не делал, он отрицает, во-первых. Во-вторых, есть свидетели, где вот этот жалобчик сам возил дрова. Будем сейчас разбираться, поедем сейчас до тех людей, куда он их возил, и выясним, кто возил, и кто до рубил. Представитель государственной экологической инспекции пока только признает факт вырубки. Здесь на замеры дерев, пеньки в деревьев спиленных, я у нас первый разключил, первоважные породы дуб и клен, будут нарахованные сбытики по данному кварталу. Какая колькость? Еще не подраховываю. Леса в Одесской области в основном неприродные. Их высаживали для сохранения земельных угодий. Уничтожение леса приведет к необратимым изменениям климата со всеми вытыкающими последствиями. Мусор, разрушенное асфальтное покрытие и ржавые трубы. Так выглядит спортивная площадка возле дома номер 45 по улице Маршала Малиновского. О том, в каком состоянии находится чуть ли не единственное место для спортивных занятий на открытом воздухе площадка, написали на сайте Единого центра обращений граждан возмущенные жители близлежащих домов. Как описывают проблему жильцы в своем обращении, спортивная площадка уже несколько лет находится в крайне запущенном состоянии. Ранее она была закреплена за ЖКС в Черемушке, а затем оказалась бесхозной. При этом, чтобы привести ее в порядок, достаточно всего лишь регулярно проводить уборку, подлатать асфальт, разделить площадку на футбольную и баскетбольную, поставить здесь детский уголок и турники. Отмечают жильцы. Возможно, мэру легче заботиться о детях на словах, а может быть, им просто не повезло, потому что площадка располагается в другом районе города. К Международному дню матери патрульные полицейские Одесской области сняли видео о материнской любви и заботе и сделали трогательные фото мам патрульных. Героинями ролика стали мамы полицейские и их дети. Быть мамой – это работа без отпусков. Настоящая мама всегда рядом, чтобы поддержать вас. Она поможет вам сделать первые шаги и научит дисциплине и любви. Она даже пожертвует своим свободным временем, чтобы провести больше времени со своим ребенком, говорится в видео. Найдите время, чтобы встретиться с мамой или же позвоните по телефону и скажите такие важные для нее слова. «Мама, я люблю тебя. Ты лучшая в мире», – написали патрульные полицейские. Мама поддерживает вас, если у вас плохой день. Иногда быть мамой нелегко, но она с радостью подарит тебе всю любовь и ждет на эту любовь от тебя. Нехай у каждой дитини будет самая его идеальная мама. Одесситка Олеся Пирожок придумала игру, благодаря которой первоклассники с легкостью запоминают таблицу умножения. Причем играют в нее всей семьей. А запоминание таблицы происходит всего за 5-7 игр, сообщает интернет-издание «Культометр». Спектр монстров – настольная игра в математику. Но для ребенка это просто веселая игра, где нужно помочь жителям огорода победить монстров. Правила очень просты. Особенность этой игры в том, что она не воспринимается ребенком как обучение. Ребенок видит ее как развлечение. Но при этом идет запоминание таблицы умножения. Идея создания игры пришла к Олесе, когда ее 6-летнему сыну нужно было учить таблицу умножения. Ей захотелось создать игру, которая будет не только развлекать, но и обучать. По словам Олеси, первые результаты можно заметить уже через неделю. А по истечению месяца вы будете приятно удивлены. Главное заниматься с ребенком вместе или дать ему возможность играть с друзьями. Кстати, игра «Спектр монстров» имеет несколько ступеней сложности. Так что играть в нее могут не только первоклассники, но и ученики четвертых классов. В настоящее время игру используют в семьях и школах, а также в математических кружках. Часть тиража выпущенной игры Олеся Пирожок передала в интернаты для детей с инвалидностью.